И удачи вам всем сегодня. Спасибо большое. Да, я, наверное, сначала включу видео, чтобы все меня знали, все меня видели. Меня зовут Диана, я студентка экономического факультета. Мы сегодня с вами будем говорить про сравнение чисел и упрощение выражений. Если вам что-то непонятно вдруг в моменте, еще что-то, пожалуйста, не бойтесь задавать вопросы. Лучше мы сразу со всем разберемся, всем станет понятно. Вообще, я сразу хотела сказать, что никогда не бойтесь задавать вопросы, потому что они априори не могут быть глупыми, потому что вы недопонимаете. Я помогу объяснить, мы здесь с вами для этого. Поэтому я буду рада, если вы будете спрашивать, вам будет интересно. Давайте сейчас я включу доску. Скажите, если вам все видно. Да, видно. Сейчас, секунду. Не так просто. Вот. Все. Вот так вот. Вот теперь должно быть все видно. Сначала, чтобы мы с вами могли выполнять все действия с числами, мы должны с вами вспомнить формулу сокращенного умножения. Давайте с основных я буду писать формулу. Вот, вроде видно. Я хочу, чтобы кто-нибудь мне говорил, как это раскрывается, как можно это на со множестве разложить. Можно? Да. А плюс б на а минус б. Правильно. Давайте теперь раскроем вот такую формулу. А в квадрате минус 2аб плюс б в квадрате. Что-то мне знак не нравится. А в квадрате плюс 2аб плюс б в квадрате. Да, правильно. У нас, когда мы раскрываем вот такую скобку в квадрате, у нас знак, он не меняется. Соответственно, а минус б в квадрате. А в квадрате минус 2аб плюс 2аб в квадрате. Правильно. Сейчас будет чуть-чуть сложнее. Давайте а плюс б в кубе. А плюс б умноженное на а минус а в квадрате минус а б плюс б в квадрате. А давайте я сразу запишу вот так вот. И мы с вами разберемся, что есть что. Потому что можно раскладывать на множители а в квадрате плюс б в квадрате, а можно раскрывать куб. А плюс б в квадрате. То есть что? По-моему, первое там а в кубе минус… Почему минус? Нет, там плюс, плюс. Я вспомнил. А в кубе плюс 3а в квадрате б плюс 3аб в квадрате плюс б в кубе. Я вспомнил. Я тут перепутал немного. Да, правильно. И, соответственно, то, что говорили до этого, это будет а в кубе плюс б в кубе. Здесь я обращаю ваше внимание на то, что когда мы раскладываем сумму кубов на скобки, то у нас, когда сумма кубов, то в скобках будет неполный квадрат разности минус b. Вот. Давайте тогда сразу уже я запишу для минуса. Не забываем, что у нас вот здесь вот будет чередование знаков. Начинается с плюсом и дальше просто чередуется. Вот. И, соответственно, когда у нас разность кубов, то у нас будет неполный квадрат суммы во вторых скобках. Вот это все формулы сокращенного умножения, которые такие считаются стандартными. Их должны, по идее, ну как бы учить, запоминать. Вот. Но на самом деле есть такая вещь, как треугольник Паскаля. Кто-нибудь слышал? Да. Здорово. Сейчас расскажу для тех, кто не знал. Что, смотрите, когда вот мы выписали все эти формулы. Да, бином Ньютон – это тоже круто, тоже про это поговорим. Вот. Но это более сложная уже вещь. Вот. На самом деле треугольник Паскаля очень облегчает жизнь, когда у вас там какие-то большие степени, потому что невозможно же все запомнить, правильно? Вот там 2-3 можно запомнить, а дальше уже сложнее. Вот. Что сразу мы можем заметить? Что у нас, когда понижается степень при А, у нас повышается степень при Б. Вот смотрите, здесь у нас 3А в квадрат Б, то есть А во второй, Б в первой. А тут А в первой, Б во второй. Соответственно, как я и сказала, степень при А понижается, при Б возрастает. Вот. Это такое, как сказать, общее правило, которое действует. Остается только разобраться, с какими коэффициентами дальше раскрывать там это вот произведение и так далее. То есть прислабляемых коэффициентов найти. И тут мы обращаемся к треугольнику Паскаля. Как раз давайте я другим цветом напишу сбоку, чтобы это было наглядно и сразу здесь начнем. Что я делаю? У нас, когда просто А, ну А плюс Б, то это все, А плюс Б никак уже ничего мы с этим не сделаем. Когда у нас А плюс Б в квадрате, то мы открываем как А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Вот коэффициент перед квадратами, вот коэффициент перед произведением. Что мы делаем дальше? Расскажу, как меня учили не запоминать треугольник, а его более-менее выводить. Смотрите, по краям всегда пишем единицы. Потому что у нас там вы А плюс Б в квадрате, А плюс Б в четвертый, А плюс Б в сотый, неважно. У вас первые будут, ну А в сотый и Б в сотый, они будут без коэффициентов. Поэтому вы по краям, когда продолжаете треугольник, всегда пишите просто единицы. Понятно, да? Да. Хорошо. Вот. А дальше что мы делаем? Сейчас возьму другую цвет. Вот у нас есть единица и двойка. Мы складываем, получаем 3. Опять у нас соседние числа, единица и двойка. Складываем, получаем 3. Мы с вами указали коэффициенты в третьей строчке для формулы А плюс Б в кубе. Вот она у нас единица, вот она у нас тройка, еще одна тройка и опять единица. Хорошо. Дальше. Четвертая степень. Опять, как я и сказала, по краям просто единицы. И наш треугольник, он расширяется. Потому что чем выше степень, тем больше слагаемых будет. Вот. Что мы делаем дальше? Мы говорим, что у нас единица и тройка стоят рядом. Складываем, получаем 4. Дальше у нас 3 и 3 стоят рядом. Складываем, получаем 6. Дальше у нас 3 и 1 стоят рядом. Складываем, получаем 4. То есть, когда мы раскрываем скобку в четвертой степени, у нас будет 5 слагаемых. А в четвертой плюс 4А в кубе Б плюс 6А квадрат Б квадрат плюс 4АВ в кубе плюс Б в четвертой. То есть, вот. Сейчас оставлю еще место для еще одной строчки. И вот здесь запишем А плюс Б в четвертой, которую мы коэффициенты нашли. Единица перед А в четвертой. Четверка перед следующим слагаемым. Степень А понижается на единицу. Степень Б повышается на единицу. Когда у нас А в четвертой, Б в нулевой. Соответственно, 4А в кубе Б. Дальше плюс 6А5. У А степень понижается на единицу. У Б возрастает на единицу. Плюс 4АВ в кубе плюс Б в четвертой. Раскрыли. Если у нас дана с вами не сумма, а разность, то знак минус сохраняется там, где число Б, отрицательное число, возводится в нечетную степень. То есть смотрите, А минус Б в четвертой. Мы как бы минус Б возводим в нечетную степень. Тогда оттуда и появится минус. То есть у нас будет А в четвертой. Дальше будет Б в первой. Но у нас отрицательное число, поэтому у нас остается минус. Дальше А квадрат, Б квадрат. Все в четной степени у нас остается плюс. Дальше Б в кубе. Опять нечетная степень. Минус Б у нас как бы. Поэтому ставим минус. И, соответственно, в Ф четвертой четная степень остается плюс. Ну и давайте с вами напишем еще для пятой степени треугольник. Опять по краям единицы. И опять мы просто складываем соседние числа на предыдущей строке. 1 плюс 4 – 5. 4 плюс 6 – 10. 6 плюс 4 – 10. 4 плюс 1 – 5. Так можно продолжать до любой степени. Вот такие коэффициенты будут у слагаемых. Кстати, опять можем заметить, что уже 6 слагаемых, когда у нас пятая степень. Скобка в пятой степени. И, как я и сказала, с Nike, когда у нас разность, то когда отрицательное число возводится в нечетную степень, у нас остается минус. Вот. С этим разобрались. Дальше… Да, мне тут писали про то, что кто-то знает про беном Ньютона. Это вообще очень здорово. Вот. Это такая общая формула беном Ньютона. Это когда не такие какие-то, знаете… Ну, с треугольником, согласитесь. Просто, ну, прикольно, да, когда вы можете вот так вот найти слагаемые особо… Ну, правда, не напрягаясь, коэффициенты предслагаемые. Вот. Есть общая формула. Называется беном Ньютона. Сейчас запишу. Ее запоминать вам пока точно не стоит, потому что треугольник Паскайля вам поможет. Вот. Но просто для общего развития давайте мы ее запишем. Когда у нас есть х плюс у в степени n, то есть n – любая степень, любое натуральное число n, так у нас раскрываются скобки. У нас будет х в степени n плюс… Смотрите, ластик включена. Плюс n факториал, деленный на n-1 факториал на единицу факториал. Сейчас чуть попозже, для общего формулы объясню, что такое факториал. Умножить на х в степени n минус 1 на у. Общая схема того, что степень одного слагаемого… То есть х понижается на единицу, у у возрастает на единицу, она остается. Просто коэффициенты записаны в более общем виде. На n факториал на n минус 2 факториал на 2 факториал на х в степени n минус 2 на у в квадрате. Дальше. Плюс и так далее. n факториал делить на 2 факториал на n минус 2 факториал на х в квадрате на у в степени n минус 2. Плюс n факториал деленный на единицу факториал на n минус 1 факториал умножить на х умножить на у в степени n минус 1 плюс у в степени n. Вот такая формула… Ну, не формула, а бином ньютоном. Вот. Еще раз говорю, запоминать ее не нужно. Вам треугольника по скале будет достаточно. Вот. Что такое факториал? Факториал – это произведение всех чисел натурального ряда от единицы до n. То есть, смотрите, если у нас есть факториал 2, то это единица, умноженная на 2, умноженная на 3. Это уже 6. Если у нас есть 5 факториал, например, то это единица, умноженная на двойку, на тройку, на четверку, на пятерку. Понятен принцип? Да, понятно. Какой-то вопрос был? Нет, я могла не услышать. Все, хорошо, ладно. Вот. Ну и формула бином ньютона, что вы можете заметить, что, опять-таки, по краям х в степени n, у в степени n, они без коэффициентов. Тут они идут всегда с единицами. Вот. А дальше у нас есть числитель коэффициента n факториал. о том, в знаменателе n-1, то есть, сейчас, первый сомножитель знаменателя – это степень х. Второй сомножитель знаменателя – это степень у. А в соответственной степени у х понижается каждый раз на единицу, у у возрастает каждый раз на единицу. Вот у нас первое, не первое, второе слабаемое. Вот у нас n минус 1, n минус 1, единица, тут как бы единица. n минус 2, n минус 2, 2, 2. Ну и так, соответственно, и так далее. Вот. Давайте дальше. Такое небольшое задание решим. У нас известно про числа, что х плюс у – это 12. х, у – это 6. Нам нужно вычислить х степени минус 3 плюс у степени минус 3. Как можно по-другому записать выражение, которое я написала? 1 делить на х в 3. В виде дроби. Да. 1 делить на х в 3. Правильно. Это нужно найти. Хочу какие-нибудь идеи, как это можно начать решать, если у кого-то есть. Ну, в общем, не начали прийти. Вообще можно возвести первое выражение в третью степень, да. Мне ничуть не нравится идея, первое выражение в третью степень, потому что там и коэффициенты появляются. Например, х, у – квадрат. У нас нет такого выражения, мы не сможем его найти. В общем, знаменатель – да, идея хорошая, но сначала нужно не забывать, что в таких заданиях они у вас будут встречаться. Поэтому нужно убедиться в существовании таких чисел, потому что теорема Виета, которую мы сейчас наблюдаем, сумма корней, произведения корней, она работает только если корни существуют. Поэтому в начале нам нужно проверить это. Вот, допустим, х и у – это корни какого-то уравнения. Тогда у нас будет равен минус 12 в квадрате минус 4 умноженный на 6. Правильно? В общем, поверьте мне, что правильно. Это будет 120. Это будет больше нуля. Соответственно, больше нуля, значит, корни вот такого уравнения существуют. Значит, теорема Виета работает, значит, такие числа есть. Давайте теперь приведем к общему знаменателю. х в кубе плюс у в кубе мы делим на х, у в кубе. Дальше что мы можем сделать с этим? Просто вверху по формуле. Да, правильно, вверху мы раскрываем по формуле. У нас х плюс у на х квадрат минус х в кубе плюс у в квадрат. Не забываем об этом. Делим на… Сразу подставим. х в кубе это 6 в кубе, это 36 умноженное на 6. 6 в квадрат и еще на 6. Хорошо. Какие идеи дальше? Вторую скобку по… Х плюс у у нас есть, короче. А со второй скобкой что делать? Нужно увеличить минус 2х, а потом плюс у. Можно сделать формулу х плюс у в квадрате и вычесть 3ху. Вот, да, вот это более правильная мысль. Объясню почему. Потому что у вас дан х плюс у, поэтому лучше свести к сумме, потому что если вы сведете, например, к разности, то вы ничего сделать не сможете, потому что у вас будет х минус у в квадрате, ну и что с этим делать? У нас только сумма здесь. Поэтому, да, мы оставляем х плюс у. Здесь сворачиваем х плюс у в квадрат минус 3ху. Всем понятно, почему минус 3ху? Да. Хорошо. Ну и теперь у нас уже есть все, что нам нужно. Мы теперь это можем подставить. 12 умножить на 144 минус 18. Делим на 36 умноженное на 6. На что сразу могу сократить? Ну, 12 и… Да, давайте так сделаем. На 2. 144 минус 18. Сложное математическое вычисление. 126 вроде, да? Да. На 36. Так, ну вот это на 6 делится. Всегда делайте все постепенно. Не надо там сразу, если увидите, что там делится, я не знаю, на какой-нибудь 12. Еще на что-нибудь лучше постепенно, чтобы не ошибиться. Соответственно, тут на 3 и в итоге у нас 7. Это ответ. Всегда не забывайте в конце писать слово «ответ». Ну, правда, очень важно, потому что это такие вещи, за которые там в каком-нибудь ОГЭ, в каком-нибудь ЕГЭ снимают баллы. Это очень неприятно. Вот. Поэтому не забывайте об этом. Дальше, давайте пока разберем один пример. Хочу с вами поговорить про извлечение полного квадрата из-под корня. Корень из 30 минус 10 корней из 5. Это еще под одним корнем. Плюс корень из 9 минус 4 корней из 5. Давайте. Какие есть идеи, какие есть мысли. Вообще, как бы, есть формула двойных радикалов. Либо там надо будет разность квадратов искать. Ну да, двойные радикалы, мне кажется, это, конечно, слишком круто сейчас. Давайте разность. Мы же сегодня с вами говорили про форму сокращенного умножения. Вот. Что ж, мы зря их вспоминали. Давайте через них решать. Анна, давайте я разберу первый корень. А вы мне скажете, как потом сделать второй. Анна, там будет 25. Надо 30 разбить на 25 и 5. Да, это правильно. Хочу рассказать, как к этому прийти, чтобы там, что это не с мухты барахты берется, а что это на самом деле все очень логично. У нас есть 10 корней из 5. Очевидно, что это не квадрат какого-то числа. То есть, что это будет нашим удвоенным произведением. Смотрим. У нас удвоенное произведение, значит, сразу выделяем двой. У нас остается пятерка и корень из 5. Двойка есть, удвоенное произведение. Удвоенное произведение 5 и корень из 5. Значит, 30 можно разбить на 25, как 5 в квадрате, и на 5, корень из 5 в квадрате. И так у нас сворачивается в квадрат разности. В разности в квадрате. 25 минус 2 умножить на 5 умножить на корень из 5 плюс 5. Вот, мы с вами разложили. Что делать со вторым? Ну, там 9 разбивать на… На 4 и 5. Да. Опять, что мы делаем? Мы смотрим. 4 корня из 5 – это, очевидно, не какой-то квадрат числа. Это наше удвоенное произведение. Выносим двойку. Остается двойка и корень из 5. 2 в квадрате – 4, корень из 5 в квадрате – 5. Все получается. Нам подходит. Значит, разбиваем так. 5 минус 2 на 2 на корень из 5 плюс 4. Сворачиваем. Здесь у нас получается 5 минус корень из 5 в квадрате. Плюс… Дай это на следующей строчке лучше. Плюс корень из 5 минус 2 в квадрате. Что делать дальше? Ну, можно просто убрать корень и квадрат. Вот, на самом деле, нельзя просто убрать корень и квадрат, потому что… А, ну там еще надо проверить на отрицательность. Да, всегда в таких случаях, даже если вам кажется, что это очень очевидно, там, 5 минус корень из 5, ну, понятно, да, 5 больше. Но тем не менее, всегда берите модуль, потому что, ну, мало ли, это проверка вас. Вы не забудьте поставить модуль, потом подумайте, как его раскрыть. Так меньше, ну, как бы, исключается возможность ошибиться. Ну, почти что исключается. Вот, потому что у вас, когда отрицательность, что у вас вводится в квадрат, оно становится положительным. Подкоренное выражение всегда должно быть положительным. Но мы не можем быть уверены, что оно, ну, как бы, не отрицательно. Поэтому сначала мы ставим модуль. Ну, соответственно, понятно, что первый модуль раскрывается как 5 минус корень из 5, а второй как раскрывается? Да, потому что корень из 5 у нас больше, чем 2, потому что корень из 5 больше, чем корень из 4. Соответственно, это сокращается, мы получаем 3. Это ответ. Давайте сейчас пойдем дальше, если нас останется время, мы еще какой-нибудь такой пример разберем. Вот, там еще вроде, по-моему, семинары у нас с вами такие задачи будут. Вот, а сейчас поговорим про сравнение чисел. Когда мы говорим про сравнение чисел, мы должны помнить несколько свойств. Знаете, я их прям отдельно вытушу другим цветом. Первое свойство. Если у нас а меньше, чем b, то есть у нас а меньше, чем b, тогда и только тогда, когда а плюс c меньше, чем b плюс c. Понятно почему так? Ну да. Ну да, если вы ставите 2 числа и вы из обоих чисел читаете одинаково или прибавляете одинаково, ну, знак не раз не может измениться. Второе свойство. Если у нас а меньше b и c больше нуля в этом месте, то у нас работает, что ac меньше, чем bc. И опять-таки в обе стороны. Тоже, да, понятно. Тут важно обратить внимание, что c должно быть больше нуля, потому что, когда вы умножаете на отрицательное число, там, во-первых, знак меняется. Первое, что вообще в голову приходит, когда я думаю, что c отрицательное. Вот, когда вы на ноль умножаете, там вообще все обнуляется, это никак не сравнить. Поэтому важно, что c именно положительное. Когда вы умножаете на какое-то положительное число, то у вас знак неравенства меняться не будет. Что у нас дальше? Если у нас а меньше b и c больше нуля, то мы можем записать, в обе стороны работает, что а, деленное на c, меньше, чем b, деленное на c. Вот, опять-таки, c больше нуля. Ну, и, соответственно, если там было умножение, то тут деление. Опять-таки, если c положительное, то у нас никак, ну, знак неравенства не поменяется. Вот, при c отрицательном так работать не будет. Вот. И еще одно свойство запишу. А меньше, чем b, а больше нуля, b больше нуля, и еще b у нас будет больше нуля. Это все одновременно. На всякий случай скажу. Просто на всякий случай, что объединяю. Это значит, что, когда вот я пишу такую скобку объединения, вот эту вот. Это значит, что все одновременно выполняется. То есть все эти, все должно быть там больше нуля, и а меньше, чем b. Тогда и только тогда, когда а в степени b меньше, чем b в степени b. Очень полезное, удобное свойство. То есть там, если вам, например, нужно сравнить два и корень из пяти, то при возведении в квадрат оба же положительные числа, в квадрат степень положительная, у вас неравенство сохранится. Может быть, кажется не таким, ну, как бы интересным, но когда у вас большие числа, то это уже важно. Вот. То есть, например, сейчас сравниваем. 2 меньше, чем корень из пяти. Можем возвести в квадрат. У нас будет 4 меньше, чем 5. Вот. Так вот сравнивают, так вот проверяют. Это очень удобное свойство. Вот. Надо что-нибудь пояснить в свойствах? Хорошо. Сейчас мы разберем несколько способов, как можно сравнивать числа. Самый, наверное, часто встречающийся – это у нас метод галочки. Кто-нибудь слышал? Ну да. Просто галочку ставим, которая любой из врагов значит. Да, это правда. Да. Да. Просто вниз садилось. Ну, сейчас разберем. Смотрите. Сравним такое число. Минус один минус корень из пяти, деленный на два и корень из трех. Эти два числа надо сравнить. Что делают, когда мы говорим про метод галочки? Ставят вот такую галочку. То есть вот эта галочка – это может быть знак «меньше», «больше», «равно». Неважно. Мы просто говорим, что здесь должен стоять какой-то знак, какой мы пока не знаем. Дальше мы делаем арифметические действия. То есть, например, мы сводим так, чтобы нам было удобно. Я говорю о том, что мне нужно домножить на два, потому что здоровьем работать вообще неудобно. Домножаем. Так как мы домножаем на положительное число, у нас знак галочки не меняется. Это вот у нас из тех свойств, которые только что написала. Все вроде только тут минус, тут минус. А то так неинтересно отрицательность и положительность сравнивать. Но дальше я понимаю, что отрицательные числа вот так вот… Ну, вообще, что с ними дальше делать? Возводить в квадрат, но это неправильно – отрицательные числа. Возводить в квадрат и дальше их сравнивать. Потому что мы с вами говорили о том, что чтобы возвести в положительную степень, у нас оба числа должны быть положительными. Я напишу два способа. Давайте сначала одним, потом я напишу другим, как можно делать. Можно что сделать? Можно сказать, что мы домножаем на минус единицу, и мы меняем знак. То есть галочка переворачивается. Она была вот такой, мы ее сделали такой. Но что это значит? Когда вы домножаете в неравенстве на отрицательное число, то у вас знак переворачивается. Если был меньше, становится больше. Вот мы здесь показали, что когда мы будем возвращаться в начало, у нас в этот момент знак поменяется. Положительные числа уже как-то удобнее сравнивать. Я бы на самом деле в этот момент, наверное, я думаю, я вызвала в квадрат. Что-то здесь будет 1 плюс 2 корни из 5 плюс 5 сравнивается с 4 умноженное на 3. Вот. С этой стороны у нас остается 2 корни из 5. С одной стороны вычитаем 6, с другой стороны вычитаем 6. Знак не меняется. У нас 12 минус 6 – это 6. И еще раз возводим в квадрат, потому что у нас два неотрицательных числа. Получаем 4 на 5 – это 20 сравнивается с 36. Уже вот эти числа мы можем сравнить, правильно? Это уже то, что у нас было в начале, конечно. У нас 20 меньше. Беру другой цвет, чтобы было видно. Меньше. И вот так постепенно возвращаемся наверх. То есть здесь у нас меньше, меньше, меньше. И тут мы понимаем, что у нас знак поменялся. Поэтому мы его разворачиваем. Все. Ответ будет минус 1 минус корень из 5 на 2 больше, чем минус 3. Минус корень из 3. Какой я хотела показать другой. Но это не то, чтобы другой способ. Просто там может быть кому-то будет так удобнее. Но смотрите, вот в этом моменте мы домножили на минус 1 и поменяли знак. Что можно было сделать? Можно было сказать, что мы не будем домножать на минус 1, а мы поменяем местами наши числа. То есть когда мы перебрасываем с одной стороны неравенства в другую, у нас знак меняется, правильно? Поэтому мы после этого момента можем сказать, что 2 корень из 3 мы сравниваем с 1 плюс корнем из 5. Понятно? Да. То есть я их поменяла местами, а сам знак я не меняла. Ну и тут, в принципе, было бы дальше то же самое. Тут 12, тут 6 плюс 2 корни из 5. А тут будет 6 и 2 корни из 5. Опять возводим в квадрат. Получаем 36, мы сравниваем 20. Больше, 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 больше. И мы повернулись равно к тому, с чего мы начали, что число, которое слева, больше числа, которое справа. Тут уже так вам удобнее. Давайте следующий метод. Следующий будет оценка. Я честно скажу, на мой взгляд, это не такой распространенный способ, как способ с галочкой. Я его встречала намного реже. Но, тем не менее, давайте попробуем. У нас есть число 3, и у нас есть число кубический корень из 3 плюс кубический корень из 9. Вот так, ну, как мне кажется, вот так вот сходу сказать сложно. Что тут больше, что тут меньше. И, в принципе, возводить в третью степень, да, там, если методом галочки, кажется, что, ну, вообще, что-то странное будет. 3 умножить на 3 в степени 2 трети умножить на 9 в степени 1 треть, ну, не будет это считаться. Что можно сделать? Мы можем сказать, что у нас тройка больше единицы, правильно? А девятка больше 8. Это у нас все вместе работает. Вот мы начали с таких, что я сделала? Я сравнила числа, которые у нас, ну, как бы, под кубическим корнем с числами, из которых кубический корень можно извлечь. Понятно? Да. Хорошо. То есть, теперь, так как у нас мы сравнили положительные числа, степень 1 треть от положительной степень, мы можем извлечь кубический корень. То есть, кубический корень из 3 больше, чем единица, и кубический корень из 9 больше двойки. Потому что кубический корень из 8 – это двойка. Но тогда мы можем сказать, что и сумма этих корней, кубических, будет строго больше, чем 3. Понятно? Да. И вот так вот мы с помощью оценки сравнили с вами эти два выражения. 3 меньше, чем кубический корень из 3 плюс кубический корень из 9. Тоже не знаю, насколько, не уверена, насколько это важно, но лучше в ответе писать тот порядок, который вам дали в задании. То есть, вот вы спросили 3 сравнить с этим словом, мы пишем, что именно 3 меньше, чем сумма вот этих кубических корней. Вот. И последний метод, третий, который я хочу вам показать – это ставка значений. Давайте с вами сравним корень из 2 и корень из 5. С одной стороны, да, я согласна, что тут можно было бы просто методом галочки вообще легко, да, там оба числа положительные, в положительную степень, все понятно. Но тут у нас чуть другой способ, давайте я покажу его. Этот метод, он основывается на свойстве транзитивности. Вот. О чем это говорит? Что, смотрите, у нас корень из 2 меньше, чем 2. Правильно? Да. Понятно, да, потому что корень из 2 меньше, чем корень из 4. Но 2, в свою очередь, меньше, чем корень из 5. Потому что корень из 4, то есть как это еще можно записать, чтобы было более понятно. Вот, да? Вот так вот сразу, ну, сразу нагляднее чуть. У нас 2 находится, двойка находится между этими двумя числами. Вот. Но тогда из этого мы можем сделать вывод, что у нас корень из 2 точно меньше, чем корень из 5. Потому что между ними стоит еще какое-то число, которое там строго больше корня из 2 и строго меньше корня из 5. Понятно? Да. Ну, я надеюсь, там всем понятно, что если кому-то непонятно, он спросит. Вот. То есть у нас ответ – это корень из 2 меньше, чем корень из 5. 2. Давайте мы сейчас с вами просто, в принципе, вот, ну, именно если говорить там, даже теорией это назвать не очень хочется, потому что сравнение числа – это, скорее так, не теория, а просто некоторые способы, лайфхаки, которые вам могут помочь. Вот. Поэтому сейчас давайте мы с вами разберем, ну, такие сложноватые примеры, которые вам помогут там, как это можно сказать, ну, усвоить то, что мы с вами сегодня разобрали. Вот. Давайте начнем с первого. У нас будет задание упростить выражение. Такое выражение. Кубический корень из 16 плюс 8 корней из 5, все равно, минус кубический корень из 16 минус 8, ой, корней из 5. На какую у вас первую мысль наталкивает то, что вы видите? Формула. Еще раз что? Формула. Не поняла. Ну, смотрите, что, кажется, первая мысль в голове, которая появляется, когда смотришь на пример? Вынести восьмерку. Это разность. Это разность. Да, да, да. Формула. Причем формулу просто хотела, чтобы вы сказали, чтобы вы заметили, что у нас кубический корень. Поэтому вы тут будете не к квадрату сводить. Вам нужно найти куб. Понятно? Ну, понятно. Ну, да. Ну, да. Ну, просто как бы как к этому прийти? Так, что если вы сведете к квадрату, то вы ничего с этим квадратом не сделаете. Ну, окей, у вас будет там квадрат, и из него кубический корень. Ну, что с этим делать? Вообще ничего не сделаешь. Поэтому надо постараться найти, увидеть здесь то, что сворачивается в сумму или, соответственно, в разность в кубе, чтобы у нас корень просто ушел. Вот. Какие идеи с первым корнем? Ну, избавиться от второго радикала. Избавиться от второго радикала? Ну, да. Как от него избавиться? Я либо не понимаю, либо… Атомы кубические. Ну, что, никаких идей? Как это превратить в сумму? Восьмерку нести. У нас получится то, что… Восемь – это два в третьей степени. Нет, это понятно. В принципе, логично, да, что восемь – это два в третьей степени. Если мы вынесем это как двойку, то у нас останется что? У нас останется два плюс корень из пяти. А мне что-то кажется, что два плюс корень из пяти сводить к выражению, где должно быть четыре слагаемых, которые сворачиваются в сумму в кубе, сложнее, чем если мы сейчас вот то, что есть, свернем. Давайте вспомним, как у нас выглядит… А плюс В в кубе – это А в кубе плюс три А в квадрате. Да. То есть, смотрите, нам нужно найти, то есть нам нужно как-то там разложить эту сумму, чтобы у нас получилось четыре слагаемых и все они сворачивались в А плюс В в кубе. Вот, сразу… Пятнадцать можно как один и пятнадцать. Вот, да, 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 да. Это то, что нужно как бы… Не то, чтобы замечать, на что обращать внимание, это то, что здесь тройки, две тройки, поэтому у вас должно быть два слагаемых, которые будут на тройку делиться. Вот, ну и шестнадцать, да, прикольная идея – это единицы и пятнадцать здесь. У нас получается единица плюс пятнадцать. А как восемь корней из пяти разложен? Три корней из пяти плюс пять корней из пяти. Что мы тогда видим? Смотрите, это у нас будет А в кубе, это будет В в кубе. Понятно? То есть В у нас, соответственно, корень из пяти, а А – это единица. Здесь у нас вот это равно 3 умноженному на 5. Это у нас уже будет, получается, 3АВ квадрат. Поэтому 3АВ квадрат. А здесь у нас получается 3АВ квадрат В. Если А – это единица, то мне кажется, это 3АВ квадрат. А, в смысле, ты про 3 корень из пяти говоришь? Да. Да, 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 да. Это правильно. И А квадрат В. Вот. Это мы разложили. Все правильно. Ну и, соответственно, вторая раскопка – это то же самое должно быть, только с минусом. с минусом. Сейчас проверим. У нас получается единица минус 3 корни из пяти плюс 15 минус 5 корней из пяти. Видите, я сразу записала так, как у нас было бы с вами формула, чтобы вам было более понятно. Знаки чередуются. Вот у нас. Сейчас синенький возьму. Это у нас А в кубе. Пум-пум-пум-пум-пум. Не соврать бы. Это у нас минус 3АВ квадрат В. Правильно, да? Правильно. Плюс 3АВ квадрат. Это вот. Это у нас будет 3 на 1 на 5. И вот это минус В в кубе. Вот она вся наша формула. Ну и, соответственно, сворачиваем. Здесь у нас будет 1 плюс корень из пяти в кубе. Здесь у нас будет 1 минус корень из пяти в кубе. На что хочу обратить внимание сразу, что, смотрите, я, получается, за В взяла корень из пяти. Правильно? Да. Да. И вот здесь вот у меня минус 5 корней из пяти. Соответственно, вот здесь вот должно быть именно единица минус корень из пяти. Понятно, да, почему? Да. Ну, я надеюсь, что всем правда понятно, потому что вот здесь вот у нас просто именно так сворачивается формула. У нас не 5 корней из пяти там минус и минус единица в конце, а единица минус 5 корней из пяти. Поэтому мы ровно так и сворачиваем А минус В. Вот. Как бы вы дальше рисковали? Ну, просто корень выбрать. Ну, так как корень кубический, то тут, наверное, модули не нужны. Да. Когда у нас нечетная степень, то нам не нужны модули, потому что у нас неотрицательное подкоренное выражение требует для себя только корень четной степени. Да. А когда корень нечетной степени, то это необязательно. Поэтому просто раскрываем скобки. Что-то мы с вами не так сделали. Подождите. Вроде правильно, да, все? Вроде да. Только что-то, когда я решала, у меня ответ просто другой получился. Ну, вроде два корня из пяти, мне кажется, должно получиться. Кто-нибудь решал сам? Давайте, если я после лекции проверю, если что, я вам на семинаре исправлю, ладно, скажу, если это есть ошибка. Хорошо. Да, хорошо. Вот, давайте тогда второй пока номер. Нам надо будет с вами упростить выражение. а в четвертый плюс 4а в кубе плюс 6а квадрат плюс 4а плюс 1. Это все делится на b в четвертый минус 8b в кубе плюс 24b квадрат минус 32b плюс 16. Это все умножается на 2b в кубе минус 12b квадрат плюс 24b минус 16. Это у нас все делится на 3а в кубе плюс 9а квадрат плюс 9а плюс 3. А какие у вас есть идеи по этому поводу? Ну, говори про треугольник Паскаля, и получается, что в первой дроби можно числитель свернуть до четвертой степени. Числитель свернуть до четвертой степени. А как именно? Плюс 1 в четвертой. Да, а плюс 1 в четвертой, это правильно. А что делать дальше? Ну, то же самое у других, наверное. А в знаменативе там получается тоже деля на четвертой степени. По четвертой степени. В минус 4, что ли? В минус 2 в четвертой. Да, В минус 2 в четвертой. Молодцы. Надо раскрывать В минус 2 в четвертый или понятно, почему так сворачивается? По треугольнику. Да, по треугольнику, это правильно. Что делать со вторым? Вынести двойку. Вынести двойку. Да, хорошо. И теперь получается, что там В минус сколько? 3. Ну, сейчас давайте сначала вынесем, чтобы это не все действия сразу. В минус 2 в кубе. Да, В минус 2. Плюс 12 В минус 8. Замятным что? Ну, вынесем двойку, получается. И у нас получится А плюс 1 в кубе. Угу. Да, смотрите. Я на все сокращается теперь. Да, две трети сразу вынесу. Дальше пишу А плюс 1 в четвертый умножаю на В минус 2 в кубе. Мне кажется, кто-то там говорил про это. И В минус 2 в четвертый умножить на А плюс 1 в кубе тоже. Да, правильно. Это у нас все сокращается и остается две третьих на А плюс 1 на В минус 2. Да. Все правильно. Все сократили верно. Я, кстати, проверила. Да, мы первый номер с вами правильно решили. Тут два корня из пяти. Мы все правильно сделали. Давайте дальше. Третий номер. Все было понятно? В предыдущем надо было при еще написать. Точно надо было написать? Ну, мы же убрали из знаменателя А плюс 1 в кубе. Да. Ну, нужно написать, что они равны минус 1. А, иметь в виду, что знаменатель не равен 0. Не, это все правильно, да. Да, но когда вас просят задание просто упростить выражение, ну, у вас должно быть отдельно прописано, чтобы вам необходимо было говорить про то, что знаменатель не равен 0. То есть, да, это правильная мысль. Вот. Но в таких заданиях она, ну, сколько я училась, никогда не нужна была. Вот. Но можно написать, что при А не равном минус единице и Б не равном 2. Вот. Не, а вот Б как раз таки не надо писать. Надо. У нас остается. Остается. Но если вы пишете все как бы… Если вы выписываете все ОДЗ, то вы не можете написать половину. Так это не половина. У нас же остается Б минус 2. То есть, оно просто не может быть равно двум. Да, но если… Я просто к тому, что если мы говорим про пример с самого начала, а не только про ответы, про сокращения, то ограничение будет 2. Потому что Б минус 2 в знаменателе стоит. Я понимаю, что мы его не сокращали, ну, как бы, что это остается в знаменателе. А ты говоришь про то, что у нас из знаменателя уходит А плюс 1 полностью, поэтому мы должны написать, что А плюс 1 не должно быть равно нулю. Правильно я поняла твою мысль? Да. Вот. Но, тем не менее, все эти действия, которые ты проводишь, если ты пишешь при каких условиях, то, ну, я бы написала, что и при Б не равном 2. Потому что Б минус 2 в знаменателе есть. Ладно. Вот, я просто не знаю, мы по-разному учили, я говорю, мне когда говорили упростить выражение, мы вообще никогда не писали ОДЗ. Вот. Даже если все сокращалось. Но, может быть, это неправильно. Вот, может, сейчас чуть по-другому. Ну, можем оставить, сделать так, что вот это вот. Ой, сейчас. Можем сказать, что вот так вот, выделить это синеньким и сказать, что это вот отсюда выходит. Вот. А это все вместе просто ОДЗ. Так, давайте третий номер. У нас есть два числа. Число А, которое равно корню кубическому из 10 минус 6 корней из 3, деленное на квадратный корень из 4 минус корень из 12. И число В. Корень из 3 минус корень из 8, деленное на корень из 3 плюс корень из 8 минус 1. Нам эти числа надо сравнить и обосновать, почему там одно больше, другое меньше или почему они равны. Какие идеи? Знаете, мне кажется, первая идея самая такая навязчивая должна быть. Как-то сделать корень. Надо же преобразовать. Да-да-да, преобразовать, потому что в таком виде вы, ну я даже не представляю, как сравнивать в таком виде числа. Вот, да, конечно, надо преобразовать сначала, чтобы это как-то более, ну как, читаем, читабельно было. Вот, давайте начнем с первого числа. Нам, получается, нужно, чтобы делилось на 3. А, ну, может, именно это числитель. Поэтому у нас будет 9 плюс 1. Знаменатель там. Давайте чуть-чуть по очереди. Слышала двух людей про числитель. Обе были правильные идеи. Просто один сказал, что надо свернуть формулу, другой начал называть формулу. Правильная идея. Да, согласна. Что я буду делать со знаменателем? Давайте теперь отдельно. Можете, пожалуйста, еще раз объяснить порядок действий, чтобы свернуть знаменатель? Так, про знаменатель я спрашиваю, а про числитель мы с вами проговорим. Да, но в знаменателе 4 это двойка в квадрате, корень из 12 это, получается, удвоенное произведение первого на квадрате второго, потому что корень из 12 это 4 корни из 3. Это 2 корни из 3. Поэтому идея правильная, что надо сводить к формуле просто чуть-чуть по-другому. Ну, короче, да, общая идея вот этого вот всего, что мы числитель сводим к разности в кубе, потому что у нас минус. Понятно, да, почему? Да. А, соответственно, знаменатель под коренное выражение мы сводим к разности в квадрате, потому что у нас квадратный корень. Вот. Давайте разберемся сначала с числителем. Мне просто уже говорили, как правильно раскладывать, давайте я сейчас напишу. вот. Что мы сразу видим, что у нас опять нам нужно 4 слагаемых, 2 из которых стопроцентно должны делиться на 3. Соответственно, как удобнее сделать, ну, как вот там правильно сказано, что мы берем из десятки единицу и девятку. Да, тоже 9 делятся на 3. А здесь мы берем 3 корня из 3 и еще 3 корня из 3. Соответственно, давайте я сейчас другим цветом. Надеюсь, не очень мелко будет. Это у нас получается 3 умноженное на 3 в квадрате на единицу. Набрала корень из 3 в квадрате. 3 умножить на корень из 3 в квадрате на единицу. А это, соответственно, 3 умножить на единицу в квадрате на корень из 3. Вот у нас 3а квадрат b, 3а b квадрат. Вот. Что мы делаем со знаменателем? То, что сворачивает квадрату, да, правда, мы этим будем заниматься. Здесь у нас будет 12. Можно написать, как вот это, это корень из 4 умноженное на 3. Соответственно, 4 мы можем вынести. Это будет минус 2 корня из 3. 2 корня из 3 у нас умноженное произведение. Поэтому мы это можем написать, как 2 на единицу на корень из 3. А 4 разбить на 1 и 3. Да, правильно. Так мы и сделаем. Соответственно, числитель у нас сворачивается, как 1 минус корень из 3 в кубе. Опять-таки, не забываем, что у нас 3 корень из 3 – это корень из 3 в кубе. Перед ним минус, поэтому в скобках будет минус перед корнем из 3. Вот про эти минусы не забываем. Вот так вот они должны быть расположены. Вот. И это мы делим на квадратный корень из 1 минус корень из 3 в квадрате. Хочу так записать. Как записывать в квадрате все равно неважно. Потому что там все знают, что 1 минус корень из 3 в квадрате равно корень из 3 минус 1 в квадрате. Через раскрытие скобки можно сейчас. Да, да, да. Давайте я на всякий случай зелененьким покажу дополнительно. что 1 минус корень из 3 в квадрате мы можем записать как 1 минус корень из 3 на 1 минус корень из 3. 2 раза вынести минус 2 на минус корень из 3 минус 1. Цель нас минус на минус дает плюс, и у нас остается корень из 3 минус 1 в квадрате. Вот. Поэтому в квадратах можно менять местами. Вот. И раскрываем скобки тогда. Как мы раскроем числитель? Просто опустим. 1 минус корень из 3. А знаменатель? Модуль надо написать. Как модуль раскроется? 3 минус 1. Ой, корень из 4 минус. Правильно. Какой ответ у нас в итоге? Минус 1. Правильно. Молодцы. Теперь с числом b что-нибудь сделаем. Потому что это все равно как-то неудобно сравнивать все. Сначала я его перепишу. Когда первая идея? Единицу превратить, ну, домножить на корень из 3 плюс корень из 8. Да, согласна. Это привести к общему знаменателю, короче. Плюс корень из 8 делим на корень из 3 плюс корень из 8. Ну, сверху надо что-то сделать. Что наверху есть? Сейчас я сам решаю. Ну, там получается, да, у нас в первом подкоренном выражении тройку можно развожить на единицу и двойку, а корень из 8 это два корня из 2. Да, это правильно. Всем понятна эта идея? Что мы опять сводим к квадрату вот в подкоренном выражении? Давайте я, знаете, как сделаю? Я сейчас выпишу один корень, покажу наглядно, а остальные просто сверну. Ну, окей. Ну, будем молчание, знак согласия. Смотрите, раскладываем единицы минус 2 корня из 2 плюс 2. Вот это, это корень из 8. Вот. Чуркнуть должно было. Это корень из 8, потому что корень из 8 это 2 умноженное на 4. Соответственно, 4 выносится, получается удвоенное произведение. Это тогда, ну, и корень из 2 в квадрате это 2, и 1 это 1. Получается, это у нас будет 1 минус корень из 2 в квадрате. Не забываем про модуль. Как модуль раскрывается? Минус 1 плюс корень из 2. Как? Минус 1 минус корень из 2? Нет, плюс. Да. Значит, я, прости, неправильно услышала. Так, корень из 2 минус 1. Соответственно, с плюсом будет то же самое, только квадрат суммы. Но квадрат суммы, там, модуль, он есть модуль суммы. Там ничего не поменяется. Минус, ну, давайте напишем модуль корень из 2 плюс 1. Делить на модуль корень из 2 плюс 1. Не надо же мне прописывать сумму, да? Понятно, что там то же самое будет. Да, понятно. Соответственно, раскрываем модуль. корень из 2 минус 1 минус корень из 2 минус 1. И делим на 1 плюс корень из 2. Так, сокращается. Так, вот здесь продолжаю нашу ту строчку. Мы получаем минус 2 деленное на 1 плюс корень из 2. В принципе, наверное, в теории можно было бы и так сравнивать. Вот. Но я хочу избавиться от рациональности знаменателем и посмотреть, что, может быть, там как-то получше число будет. Минус 2 умножаю на 1 минус корень из 2. Вот это все, да? Ну, кто-нибудь не понимает, что я сейчас делаю? Ну, вы просто взаменаете две лида формулы сокращенного умножения. Да. Ну, мало ли, может, кому-то пояснить надо. Ну, окей, хорошо. Если я понимаю, то отлично. Тогда мы минус 2 умножаем на 1 минус корень из 2. А внизу у нас разность квадратов. Это у нас будет единица минус 2. Минус 2 на 1 минус корень из 2 делить на минус 1. Минусы сокращаем. И, соответственно, получаем, что 2 минус корень из 2. Ну, минус 2 корень из 2. Вот. Понятно? Да. Отлично. Ну, вот эти числа уже как-то прям даже сравнить можно. У нас получается, что а – это минус 1, b – это 2 минус корень из 8. Ну, или там 2 минус 2 корень из 2. То же самое. И теперь применяем наш метод галочкой. Очень удобный. Минус 1 мы сравниваем с 2 минус 2 корней из 2. Я что делаю? Я 2 корень из 2 перенесу влево, а минус 1 вправо со сменой знака. Получается, что 2 корень из 2, галочка не меняется, сравниваю с тройками. Это неровный круг. Корень из 8 и корень из 9. Да. Корень из 8 мы сравниваем с корнем из 9. Ну, или просто в квадрат можно было возвести положительные числа. И получается, что у нас ставим знаки, они нигде не менялись. То есть, делаем вывод, что а у нас меньше, чем б. Ответ. А меньше, чем б. Вот. И давайте последний номер. Он, на самом деле, как мне кажется, должен быть попроще, наверное. Тут всем все понятно? Да. Да. Отлично. Давайте номер. 4 вроде. Я сейчас запишу выражение. Нам его надо просто упростить. 2 плюс 3 корней из 2 умножить на корень в числителе. 11 минус 6 корней из 2 в знаменателе 2. 2 плюс корень из 5 плюс 3 деленное на корень из 5 минус 1 минус 2. Что я хочу сказать? Я сейчас буду делать как мне удобнее. Тут, на самом деле, кому как. Мне удобнее выписывать выражения, их там сокращать как-то и потом продолжать уже цепочку, а не делать одну длинную-длинную цепочку, потому что я боюсь запутаться, когда буду там переписывать, что-нибудь не переписать, еще что-то. Вот. Поэтому давайте я сначала выпишу, потому что я хочу разобраться вот с этим корнем. 11 минус 6 корней из 2 деленное на 2. Ну, сразу вроде как… 11 – это 9 плюс 2 можно разложить. Да, 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 правильно. Сразу что делаем? 9 минус 2 умножить на 3 умножить на корень из 2 плюс 2. Вот. Мы разложили с вами в этот квадрат. Разность в квадрате. Вот. Тогда мы пишем, что это у нас 3 минус корень из 2 в квадрате деленное на 2. Раскрываем как модуль 3 минус корень из 2 деленное на корень из 2. 3 больше, чем корень из 2. 3 минус корень из 2 деленное на корень из 2. Ну, и мне удобнее, я говорю, всегда избавляйтесь, лучше избавляйтесь от иррациональности знаменателя. 3 корень из 2 минус 2 деленное на 2. Вот. Ну, и теперь уже можно, я думаю, записывать в общую. Ой. То, что мы разобрались с этим, можно записать уже сюда. Одну вторую выношу. Вот это вот в знаменателе, который у нас получилось. умножаем на 2 плюс 3 корни из 2 на 3 корни из 2 минус 2. Какая формула? Разность квадратов. Да, правильно. И хочу сразу записать, что корень из 5 минус 1 минус 2 знаменателя, это по факту корень из 5 минус 1 в квадрате. Понятно почему? Ну, потому что мы… Да, потому что дробь и она вверх уходит. Да, правильно. То, что у нас мы записываем знаменатель как дробь и переворачивается, наверх уходит. Все правильно. Молодцы. Тогда раскрываем. У нас первые две скобки сворачиваем. Что у нас получается? 12 квадратов. Какая будет? 18 минус 4. Да, правильно. Давайте вот так запишем. Мне кажется, так будет, чтобы понятно, что потерется. Ну и на самом деле, то, что вот у нас следующее выражение. Тут мы ничего не сделаем, кроме как просто раскрыть скобки и перемножить, потому что тут ничего уже никак не свернется. Поэтому записываем, раскрываем тут квадрат. Дальше у нас получается 14 деленное на 1 плюс… Следим, как я раскрываю скобки, но больше убиться. 5 корня из 5 минус 10 2 на 5 плюс корень из 5 плюс 15 минус 6 корней из 5 плюс 3. Что мы видим? Что у нас сокращается? У нас вот это еще сокращается. Правильно? Да, давай. Еще все числа сокращаются, которые там есть. А нет, 15 получается просто. Мне кажется, сокращается вот 7 плюс 3 минус 10, и 15 вроде остается. Это наш ответ. Мы упростили. Вот, и смотрите, мы даже вовремя уложились. Вас как раз надо сейчас будет отпускать на перерыв. Посмотрите еще раз, пожалуйста, лекцию. Может быть, вам было что-то непонятно. У нас сейчас с вами будет семинар, который будет в 12. Вот, на семинаре можно будет спросить, уточнить. Мы с вами будем решать, еще что-то разбирать. Сейчас я вас отпущу отдыхать. Вот, я надеюсь, вам было понятно, было интересно. Вот, семинар в 12 начало. Он будет тоже полтора часа, в 12 начало, в час 30 плюс-минус закончим где-то. Да, я пришла предупредить, что не обязательно выходить из сессионного зала, если вы хотите, чтобы вы быстрее сюда попали, то есть вас не распределяли в общем зале, поэтому оставайтесь здесь. Ой, а можно я тогда не буду уходить тоже отсюда? Да, 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 было бы сразу. Окей. Вот. Идея, чтобы вам было понятно и интересно. Вот. И встретимся с вами через сколько? Так, через полчаса. Отдыхайте. Спасибо, до встречи. Спасибо. Спасибо! ... ... ...